Друзья, рад вас приветствовать на канале Сансары. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск. Это продолжение истории про Петруху. Петруха это выпускник детского дома. У него не было своего жилья. У него была большая мечта построить свой дом. Мы купили ему участок, купили стройматериалы. Кстати, очень много людей в комментариях спрашивало, чем нам можно помочь. Друзья, ваша подписка это огромная помощь, это большая мотивация. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Ну, а мы начинаем. Конечно же, мы к ребятам приехали не с пустыми руками. Все-таки ребята работают. Привезли немного продуктов, водички. Мне интересно посмотреть, что же там они настроят. Сколько мы здесь уже не были? Давно мы не были. Мы не были здесь, ребят, несколько недель. Все это время Петруха, Максим и Рома строили дом. Дом уже практически достроен. Кстати, ребята, посмотрите. Видите вот заросли? Когда мы брали в участок, он представлял из себя одни такие большие заросли. Сейчас вы увидите, что они там сделали. И когда мы только познакомились с Петрухой, я тогда говорил, что стоит дать этому парню эту поддержку, он покажет себе. Ох ты, дом, ребята. Вообще, это прям как в сказке. Слушай, вот это да. Валер, ты видишь, смотрите. Ребят, что они там сделали? У них там черпит. На крыше растут растения, что ли? Это живая крыша. О, я Дима приехал. Еди привез. Так, а где? Дима, меня сегодня домой отпустят. Да, да, отпустят. У меня детишки там. Слушай, Ром, вот это да, что вы тут понастроили такого? Привет. Да, привет, привет. Привет. Здравствуйте. Слушай, я в шоке вообще. Так, я только-только вот сейчас вот все это увидел. Рома, что это вот на крыше вот это такое? Ну, это земляная крыша, мы решили украсть ее. Ну, пока цветы, конечно, вянуть, солнце очень сильное. Но потом ее там два-три раза полить, и она примутся. Они сорняки должны хорошо расти. То есть крыша будет прям вот трава-траванок. Конечно, прям дед, земля, да, там у нас сантиметр, наверное, 10-15 есть. Ну, то есть такой прям сказочный домик. Да, он еще завтра, не завтра, а на следующий год он примется, когда вместе с собой они все срастутся, эти корни. Тогда вообще будет идеально. Вот это да. А сколько здесь получается примерно площадь? Наверное, квадратов с этим вместе с коридором, квадратов 30 точно есть. Да. Так, ну, надо посмотреть. Это уже тут все видел. Да. Я-то здесь первый раз. Так, а вот у нас это работники. Всем привет. Привет. Я гораздо грязный просто. Да, привет, привет. Ребята, ну это вообще, это выглядит. Это просто невероятно выглядит. Кстати, я вот хотел, друзья, рассказать вам про лестницу. Ага. Вот что такое, например, сделать и спроектировать дом? Это ерунда. Ага. А вот лестницу сколотить, вы понимаете, это 3D-проекцию составил человек. Он три дня работал над этим. Серьезно? Да, вот, Максим. Называется лестница по японской технологии камикадзе. То есть, если не туда наступишь, сдохнешь тут же. Ну, просто гвозди каналили. А, ну да. Ну, Петруха, показывай давай. Че здесь такое? Это вот предбаник, да? Ну да, вот это вот, она неотапливаемая зона будет. И на самом деле, кажется, типа накрывай, на самом деле это монолит полный. То, что, видишь, мы по этим, по столбам, по этому, по каркасу делали все. Здесь мы замешиваем. Миксируем все. Это как называется, Ром, крыша? Так называется, дерновая, земляная. Знаешь, что интересно, что, когда здесь жара, там прохладненько немножко, потому что солнце не успевает туда прогревать. А утром она остывает, то есть прохлада заходит, и вот сейчас даже если зайдешь, прохладно будет. Так в этом как раз и Рома и рассказывал в самом начале, что это особенность домов таких, то, что летом прохладно, а зимой тепло. А ты вчера только первый раз в Москву приехал. Да, я здесь 20-го числа уже здесь жил. Душевую новую сделаю. О, сейчас покажешь тоже. Ну, как бы не душевую, просто место такое, где моешь. Так. Просто на озере, там, во-первых, это далеко, и там вода холодная. Холодна вообще вечером. Я просто берусь здесь, раздеваюсь, никто меня не видит. Вот. Чайник грею, даже все равно чайник голову ошпарил, но это ненадолго, там, 2 часа у меня дожило. Ошпарил голову? Да. Да я этот, что-то не так неправильно разбивал, начал лить, короче, я тут так рад. Ты не спрашиваешь, что все равно волос нет, что ты переживаешь. Ну, аккуратней, в следующий раз. Это пока, ну, бардак, но это когда уже все сделаем, я все это уберу. Вот эту стену мы не сделали, по причине того, что здесь будем класть печь. Приедет нам печник, поможет сделать все. Ребят, ну, сейчас зайдем через центральный вход, и нам, ребята, все покажут, что там есть. Настройка идет полным входом. Покажи еще тоже здесь, смотрите, ребят, тут. В общем, такой строительный участок самый настоящий. Я даже не представляю, сколько здесь часов работ. Ну, я еще буду аннигилировать до земли вот эти вот корни все, потому что я сажать ничего не собираюсь, чтобы просто ровно было. Так здесь же заросли вообще были, вот такие плотные заросли. Вот здесь вот мы попытались сжечь их, но они что-то не горят. Ну, там выкупали, а здесь вот зажгли. Ну, потом я их выкупаю, время будет у меня. По сути, уже ровная земля. Просто я не хочу, почему сейчас вот до конца не срубил, потому что люди очень часто смотрят, и это как бы напрягает, когда они без спроса даже бывает заходят сюда, вот их смотрят, это как-то напрягает. Не, ну, я тебе хочу сказать, что у тебя, конечно же, здесь участок интересный. Есть люди, которые просто спрашивают, можно зайти, а некоторые просто, вот я пока сплю, они заходят как-то не по себе. Ну, это привыкну потом. Просто надо либо фотку к нам повесить, чтобы они сразу видели, что это я и мой дом. Ну, что, как он выглядит. Просто всем это интересно. Здесь было заросли, а сейчас какой-то дом не появился. Мужик такой идет, ну, вообще удивился, говорит, крутой дом. Пойдем зайдем туда, посмотрим. Так, а здесь будет, я так понимаю, лесенка, да? Так, вот здесь лесенка небольшая будет, да. Здесь будет лесенка. Здесь вот эта часть будет, это крыльцо, то есть метр где-то полтора. Вот здесь должна быть дверь. Здесь будет дверь еще одна такая, закрывающаяся, да, ну, как холодный тамбур. И вот дальше уже пойдем. Будет сам холодный тамбур здесь. Здесь вот у нас вот эти будут, этот, чулан, наверное, с инструментами. Так, здесь аккумулятор, я думаю. Да, угол появился. Ну, и здесь, естественно, дверь будет уже тепло, где должно сохраняться. Основная дверь будет. Вот он наш потолочек, чуть-чуть не доделываю еще. Вот, здесь вот, соответственно, будет печка стоять. Вот с такой лежанкой вот в эту сторону. С этой стороны у нас будет отопитель у плечи, он будет топить у нас воду, то есть водонагреватель будет. Он такая миниатюрная, печь будет небольшая, но на это помещение ее слегка хватит. Лежаночка будет для Петра, чтобы спать. И у нас есть одно изменение. Да, единственное, что я хочу сказать, когда Рома выставил крышу вот так вот ровно, хотел мансард мне делать, и я не хочу отапливать потолок из-за какого-то спального места, и поэтому Рома попросил, чтобы он сделал немножко, то есть не крышу пониже, и без мансарда, потому что топить я не хочу крышу. И он мне раз за три, он говорит, точно ты это, типа, согласен? Я такой, да. Он говорит, точно ты это передумал? Я говорю, да. Вы видели бы Рому, Робину радость, когда он выставил эту крышу? Такое ощущение, как будто он для себя строит. Мы просто три раза собирали, а на третий раз уже все устали. Да, просто первый раз неправильно что-то там выставили, второй раз более-менее так, и третий раз прям... То есть каждый вот этап Ром радуется, как будто он для себя делает, ну, а не для меня там, или для кого-то. Еще Максим старается больше, чем я, блин. И Максим такой, ай, слава, слава. Единственное, что у меня мало опыта в этой вкладке. То есть я пока одну стенку там выкладывал, Максим уже чуть ли не три выложил. Но у него опыта просто есть много, а я с раствором ни разу не работал. Кстати, особенность этого места в том, что с 20-го числа, пока я здесь живу, у меня сон каждый день снится. Один, правда, прям, это, ужастик, я бы сказал, да. В общем, мне приснилась стройка, но, которую брату умер, я рассказывал, якобы он помогал строить. Ну, типа, я вам говорю, ты же умер, типа, все такое. Вот, а он говорит, типа, там ошибка какая-то была. Но потом, когда мы видео пересмотрели, типа, вместо него черный силуэт был. Ну, это ужастик такой я просто как... Я потом испугался еще так, проснулся. Воду мы таскали от Василия. Кстати, спасибо Василию за колонить. А вместо тележки у нас носилки. Вот сейчас вы видели, когда мы приезжали вот на этих носилках. И вот этот песок мы весь в носилках таскали. Была же палатка вот в качестве временного жилья. Что с ней стало-то в итоге? Она все-таки, вот как писали зрители и подписчики, то, что она не выдержит ветер, пойдет дождь, и она развалится. Она даже вот, когда разбирала, она даже... То есть никаких щелей, ничего не было. Так что с ней стало в итоге-то? Ну, вот крыша. А, то есть она на крышу падает. Частично, да. Да, в общем, да, друзья, чтобы вы тоже понимали, что когда мы ставили палатку, вот так же много людей написало в комментариях, что можно было поставить тряпичную и так далее. А Рома делал все с расчетом, что это будет временная палатка, и затем она пойдет в стройку. То есть это стройматериалы. Поэтому, получается, она послужила в качестве временного жилья, а сейчас она у нас уже на крыше, правильно? Да. Просто люди писали, типа, якобы, как он... А, типа, они думали, что вы заселили на палатку и уехали, типа, и все. Окна мы сделали, выпилили сами, не стали мы никого ждать, ничего покупать. Вот, там уже посмотреть можно, вставили стеклышки. Я думаю, на первое время для Петра хватит. Потом я ему сказал, что можно второй слой поставить внутри. Вот, ну, может быть, не очень красиво, но все это временно, пока прибили, как это смотрится. Конечно, все это можно облагородить, сделать более, скажем так, красиво. Это все. На скорую руку, да. Ну, думаю, Петр займется этим, да? Как раз и руку набьешь. Он же не должен там идеальным быть. Он просто, как, знаете, как вот раньше делали, просто чтобы было. И она, на самом деле, красивее смотрится, чем даже ровные. Просто все привыкли к стандартам. Вот пишут, какой-то сарай, там все... Сарай не отапливается, и в нем воняет. А тут вообще ни запаха, ничего нету, прохладненько. Вообще классный экологичный дом. Это экологичный дом, это просто не всем по душе в таком жить. Потому что все почему-то любят ровные углы, а эти стены смотришь, на них интересно смотреть. Самое главное, сколько ты мечтал именно о таком доме. Да, я такой и хотел построить. У меня, правда, возможности не было. Если было возможности, я давно бы уже построил. Спасибо большое, что помогли, что у команды Сансары, все, кто... Максиму особенно. Вот без этих ребят вообще ничего не было бы. А еще Петр обещал мне помочь. Имейте в виду, ребят. Будем следить за этим. Ну, мой дом построить. Я такой же хотел сделать. Так что надо при все, чтобы все видели Петр, все, я тебя заложил. Рома, можешь тогда тоже рассказать, что еще будет делаться? То есть, вот сейчас, скажем так, дом готов на 90%, да, на 95%. Да. Ну, значит, основное это нам сделать, нужно печь и заложить ту дальнюю стену. Немножечко ребятам доделать крышу. Здесь вот нужно прибить такой, как бы, бортик, чтобы это все держалось, да, как бы водоскат. В общем, куда сходить в воде. И, наверное, на следующий год, я Петя сказал, чтобы, наверное, придется ему все-таки заштукатурить. Это уже глиной. Почему? Потому что, не могу сказать точно, как поведет себя именно это дерево, да, у нас это кедр. Потому что, может быть, он не лопнет. Может быть, не знаю. Хотя вот этому дереву уже, как бы, да, года 2-3. Вот видите, то есть, это незначительное. То есть, вот здесь вот, это вот елка, да, видите, она лопнула. Все, тут палец проходит. А вот это вот уже пролежало, ну, вот 2-3 года. Видите, она не лопается. То есть, она такая вязкая. И, скорее всего, может быть, даже и не будет таких трещин, как в елке. Но в любом случае, да, это тебе исключить там всякие вроду там сквознячки мелкие там и более утеплит ее. Ну, и эстетический вид будет снаружи более красивый. Поэтому сейчас нет смысла делать ничего. А вот на следующий год как раз. Так что вот так вот. Отлично. Максим, а ты же строитель. Ну, не только строитель. А что делал? Да я не все перечислю. Был поваром, занимался тестом в пиццерии, делал пиццы. Я много чем занимался, я так весь список большой, длинный. А можешь сказать, как человек, который вот с опытом стройки, про особенность стройки этого дома, про надежность таких домов. Ну, а особенность то, что дерево. Оно больше будет давать тепла, чем, допустим, если сравнивать каменные дома. Вот эта особенность. То есть меньше отапливать надо. Конечно, если печку надо топить, вот, меньше дров будет, если сравнивать с каменными стенами, железобетонными, там где арматура участвует. А ты вот сам бы как строитель или какой себе дом хотел бы? Ну, я бы хотел бы из технологии такой, но только он прямоугольный. Больше прямоугольный, наверное, как у Василия Васильевича. Ну, в общем, тебе как строителю эта технология понравилась. Да, очень замечательно. Шины набили местной глиной. Она с песком идет уже. Такой, наверное, получился глинопесчаный смесь, да? И при набивке они достаточно ведут себя намного круче, чем набивать их чем-либо другим. Например, как мы у Васи грави набивали. Это не значит, что у Васи плохо, но здесь гораздо лучше себя ведет. Эта смесь, то есть материал, его, опять же, не нужно нигде его заказывать, везти. Это все здесь, рядом, близко. И, в принципе, ограничив попадание воды туда, все достаточно будет надежно, сильно, крепко стоять. По мне, что бетон, что вот это получилось один в один. То есть, идеально стоят. Но, думаю, через год нам опять так же, Петя, ты покажешь, что дом стоит нормально. Нагрузка мощная, она вообще не прожалась. Вон, видишь? В углу особенно. Да, да. Прям как стояли, так и стоят. Вообще, как монолит она высылала, как монолит. А, кстати, я про мачту не рассказал. Так, давай, рассказывай. Как я интернет ловил здесь. У меня был телефон разбитый. ЗТЕ. Он у меня хорошо ловил сеть, а вот Xiaomi почему-то не ловит. Ну, это такая несерьезная, конечно. Вот ловит прям вот здесь вот. Прям вот здесь вот ловит. 10 мегабит скорость. Вот так вот. Вот даже изолента осталась. Модем у меня был. От него там одни остатки остались. Я, в общем, его привязал сюда. Начал здесь вот так ходить с модемом и мониторить через браузер. Мониторить, короче, обновляю, обновляю. У меня он упал, короче, модем вот так перевернулся. Здесь от него запчасти должны быть. Ну, я, наверное, выкинул просто. В общем, я его спаял. Я паяльник купил. Вот у меня здесь этот, оловый я купил. Ну, паяльник у меня там в сумке лежит. Вот. Я его, короче, спаял, опять сделал. Но что плохого в нем, он не прошивается. Есть модемы, которые прошиваются на этот, на e-mail от телефона ставят. И у тебя тариф телефонный работает в модеме. Дешевле выходит. Ну, это я потом сделаю все. Там не особо дорого. Кстати, большой огромный всем, кто писал добрые слова в комментариях. Спасибо вам огромное. Вы очень добрые люди. Посмотрите, я вам сейчас расскажу. С утра приезжаем. Тишина. Тут ничего нету. Идем медленно такие. Смотрите, сначала лежат штаны. Дальше уже валяются там куртка, носки. И я такой переживаю. Думаю, неужели за Петя насильник гнался? Так, стой, Петя, стой. И Петя убегал. Оказывается, он съездил. Бензин заправится, да, видите, ему. Велик скрипеть начал. Это тормоза регулировать просто надо. Я, кстати, это вчера ехал. Он прям скрипит, скрипит сильно. Я колесо снял. Обратное дело. Она перестала скрипеть. Видать, просто где-то. Может, расслабился. Она снимается вообще так прям. Надо потом на гайке заменить. А это что за приспособление такое вот? Вот это вот. Витя называется. А, это я... Он мышек вешает. Я же этот... Лампочку себе сделал. Когда здесь была палатка. Ну, не палатка, это вещи. Я ночью... Короче, днем был дождь. А вечером дождь, когда прекратился, мне нужна была лампочка. Я, кстати, не показал ее. Лампочку себе сделал самодельную. Ну, как самодельную. Ну, в общем, ребят, я в шоке. Петр здесь чувствует себя, как самый настоящий Робинзон. Нет интернета. Так он придумал мачту. Ловил интернет. Нужен был свет. Сделал себе вторую мачту. Ну, и посмотрите, конечно, какой сделали дом. Такое ощущение, что я попал в сказку. В сказку про хоббитов. Дом выглядит, конечно, потрясающе. Тамань, какая-то дыра. Особенность этого места в том, что здесь рядом природа и рядом цивилизация. То есть, такое оптимальное расстояние между природой и цивилизацией. У меня есть еще такая задумка. Это в будущем. Просто я, ну, чтобы не считали болтуном, когда мне настроение появится, я это сделаю. Из пластика вырабатывается этот, как он, пиролизом. Ну, пиролизом вырабатывается топливо. И это топливо вообще заливается куда угодно. Ну, в интернете есть информация. Вот я сделал. Ну, что-то, 5 минут делов. И вот я вот так, это, вешал, короче. А второй провод туда, на высоковольку. Вон у него даже специально, смотрите, грабляет. Он, короче, вот так берет розетку раз и туда зацепляет. А потом не поймет. Почему в воду утра вот так трясет? А, кстати, еще, Рома, вот когда мы, знаешь, что-то там спорим, что-то он прям юмором всегда все сглаживает. То есть, есть какая-то напряженная остановка. Он так юмором сглаживает и все нормально становится. Рома, ну так сразу сказал, что ты шутишь, что-то. Нет, серьезно, вот когда мы что-то, у нас прям нервы там, да, на жаре там все дела. И Рома прям юмором так сгладит и все нормально. То есть, вообще, Рома, Рома надо быть психиатром или там психологом, как это называется правильно. Еще многие пишут в комментариях, типа, подстригись, подстригись, но они не знают вообще все истории и вообще почему. Есть две причины, как почему я подстригаюсь. Можно здесь я дам комментарий? И на самом деле, прежде чем писать вот такие комментарии, нужно знать историю человека. И Петр нам рассказал в деталях, что там с ним происходило в детдоме, и я вам всем очень рекомендую вот перейти в Телеграм, потому что Ютуб не пропустит. Там довольно будут жесткие моменты. Он нам рассказал, что там происходило в детском доме, и вы поймете, почему у него такая прическа. Поэтому всем, кто пишет, Петр, подстригись, вот я рекомендую, перейдите в Телеграм. Петр там рассказал, какие издевательства происходили в детском доме, и после этого, как вы услышите его историю, я думаю, вы больше не будете писать подобных комментариев, а будете наоборот к нему относиться с большим уважением. Свежий, только сегодня привез. Спасибо. Максим, нам вот Петр рассказывал, что ты вот в подъездах периодически ночуешь. Ну, не периодически, но попадает, я говорю так, попадает. И как часто это происходит? Я не могу сказать. Бывает раз в неделю, бывает чаще. Бывает вообще. Когда первый раз переначал в подъезде? Я даже вспомнить не могу. Ну, много лет назад? 4 минуты, 5 минуты. Ну, я же это, сплю не в таких подъездах, которые, так сказать, холодные, которые неубранные, грязные, вонючие. Я выбираю подъезд, который чистый, который отапливаемый, который видеонаблюдение, стоит демофон, два даже демофона, то есть хорошие, то есть очень даже хорошие. А последний раз, когда начал? Это было вчера. В подъезде начал? Да. Я нашел классный, суперский. Ну, там не евро, прям все условия. Ну, Там полость плитки, чистая плитка, там свет. На дальнем этаже там никого нету. Свет выключаешь, темно, оно все закрыто, ничего нигде не дует. Подложил гипсокартон, аккуратненько, ни звука, ни шороха. То есть получается, сапожник без сапог, сам помогает строить, а сам по подъездам ночует, в общем. Не по подъездам, по двум. Я вот выберу, и все, вот идеально прям. По двум подъездам, по хорошим ночуешь. Ну, да. Ну, это глупо звучит, это может ненормально, может для таких людей, которые культурные, более такие интеллигенции, вот тех людей, которые никогда не видели вот этого, вот они никогда не поймут этого. Потому что у них есть где снять, где есть отель, где там хостел, там, у них есть на это средство, они снимут, они будут там жить. Они будут не жить, а переночевать. А вот у меня, у меня, я складываю просто, каждый рубль берегу, поэтому, мне приходится так выкручиваться. иногда спасают, там, ну, я не говорю, что, ну, это лучшее спасение, потому что на земле спать нельзя, сразу замерзнешься, и все, болезнь не хочет. На бетоне нельзя тоже. Макс, я тебе хочу сказать то, что я сейчас прям в шоке, ну, на самом деле, у меня даже нет слов, что сказать. А скажи, основная причина, то, что у тебя сейчас с документами, нам тоже рассказывал Петруха, то, что там тебя кто-то с документами обманул, и у тебя, получается, белорусское гражданство, и чтобы здесь ты мог официально работать, тебе нужно, ну, российские документы сделать. Ну, такой проблем, я бы не сказал бы, что она вот, конкретная проблема стоит. Дело в том, что идет, как бы, процесс, запущен он процесс получения гражданства. Вот он идет процесс. Есть дата конкретная, на которую я должен прийти инспектору, майору полиции, и либо позвонить, либо найти на сайте, узнать, готов или не готов. И вот скоро эта дата придет. Ну, ты уверен, что там все четко? Я не уверен. В общем, смотри, с нами связалась одна из подписчиц, она приобретала как раз себе недвижимость для того, чтобы получить гражданство. То есть, у нее все это получилось, где-то это находится в глуши под Питером, и она посмотрела твою историю и сказала, что готова тебе помочь с документами. То есть, готова тебя прописать, там, зарегистрировать, то есть, все это будет официально, чтобы, наконец, твой вопрос вообще сдвинуться с места. Ну, через месяц можно написать этой подписчице. Я передаю благодарность за такой поход, этот подход. Вот. Через месяц свяжемся. Потому что, через месяц, примерно, будет уже ясно, конкретно, четко. Так, а сегодня, где ты ночевать будешь? Ну, здесь, в Петрухе. А, в Петрухе. А потом, если будут какие-то заказы, опять, может быть, в подъезде, да? Возможно, да, возможно, нет. Друзья, я вот сейчас стою на фоне этого замечательного дома и у меня двойные эмоции одновременно. И эмоции радости и эмоции грусти. Эмоции радости, потому что этот проект уже практически закончен. А грусти, потому что я узнал историю Макса. Нам Петруха до этого немного про него говорил, но вы сами видели, Макс очень скромный парень, воспитанный, верующий, и он про себя практически ничего не говорит. Как вот выяснилось, то, что он на протяжении 4-5 лет живет в подъездах. Вот вчера ночевал в подъезде и вполне возможно, то, что и сегодня бы ночевал в подъезде. И, конечно, ребят, это ненормально. Основная причина, почему он там ночует, первое, то, что у него нет документов и второе, то, что нет у него жилья. Огромное спасибо подписчице, которая откликнулась. Она обещала помочь с документами. Будем с вами на связи. Относительно жилья. Под прошлым видео вы писали то, что давайте поможем Максу. Я тоже очень сильно хочу ему помочь, потому что, ну, действительно, парень очень светлый, у него очень чистые намерения. И вы сами слышали, как он рассказывал про подъезд. Честно говоря, у меня просто сердце обливалось кровью. Ну, потому что это ненормально, когда люди ночуют в подъездах. Он, еще раз повторюсь, не раскрывает всех деталей, но вот я вижу, что человек очень-очень хороший. И, конечно же, хочется ему помочь. Его история очень похожа на историю Петрухи. И я уверен, что если Максиму дать небольшую помощь, он так же себя покажет. Он уже себя показал, потому что, ребят, ну, представляете, человек живет на улице, живет в подъездах, вызвался помогать абсолютно безвозмездно. И, конечно, хочется помочь построить ему дом. Время пока есть. Это часть августа, сентябрь, может быть, немного октября. Но, если честно, ребят, нужна ваша поддержка, нужна ваша моральная поддержка, и не только моральная, потому что этот проект, он еще требует вложений. Еле-еле мы его вытащили. Плюс у нас есть другие подопечные, другие герои. Также мы им помогаем. И я хочу обратиться к каждому нашему зрителю, к каждому нашему подписчику. Нам очень нужна ваша моральная поддержка. Если вы считаете то, что Максим это человек, который достоин жилья, повторюсь, он профессиональный строитель, достаточно ему помочь со стройматериалами. Он сам себе построит дом. Напишите в комментариях стройки быть. Это нас очень сильно замотивирует. И я думаю, то, что мы с вами совершим очередное чудо. И, конечно же, друзья, я хочу поблагодарить всех наших спонсоров, а в частности подписчиков сайта Boosty, кто оформил там спонсорскую подписку. То, что здесь происходит, это возможно благодаря вам и сейчас, друзья, в период отсутствия монетизации на YouTube. Напомню, что с марта месяца YouTube остановил монетизацию, а также отписал всех спонсоров с YouTube. И если у вас есть желание, самая главная возможность помогать нашим героям, помогать нашим проектам, вы можете оформить спонсорскую подписку на сайте Boosty, я оставлю ее в описании, это очень большая помощь. И, конечно же, друзья, делайте репосты в социальных сетях, это все очень сильно помогает в продвижении нашего канала и этого видео, вы даже не представляете, насколько это большая помощь. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, это также ваша большая помощь в продвижении этого видео и этого канала, обязательно выберите параметр все уведомления, также колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Мы покажем вам, как здесь Петруха полностью обустроится, в общем, будет интересно. Если у вас есть какие-то идеи, обязательно напишите в комментариях. Ну, с вами был ваш любимый канал Сансара. Огромное вам всем спасибо за помощь, за поддержку, в общем, друзья, всех любим, всех обнимаем, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok